И буквально вдогонку к нему поступила, опять же таки, группа бритв, которую прислал мне Стас, наш топовый разорманьяковский видеоблогер Станислав. Приветствую категорически. Но бритвы эти принадлежат не ему, а другому человеку. Человека звать Константин. Константин, приветствую категорически. А точнее, вот что-то мне подсказывает какое-то чутье, что по-правильному надо будет человека называть Кастандин. Имеется такой опыт, но речь не об этом. Значит, приветствую всех, естественно. Группа бритв. Задача стандартная. Почистить полотна по возможности, шлифануть, полирнуть и следующим шагом, в общем-то, заточить. Первая из группы, это бритва китайского производства. Ну, я так подозреваю, это, конечно же, Голд Доллар. Хотя здесь мы имеем эмблему, взятые в круг две скрещенные... Эраус. Как это? Стрелы. Вот. Две стрелы, номер 66-й. Подозреваю, что оправа у этой бритвы неродная. То есть, было заменено на другую, и на тот момент, когда бритва находилась в закрытом состоянии, вот тут висела пяточка у нее. Бритву я почистил. Оправу я почистил. Тут, видимо, собирали ее... Это уже пины, наверное, неродные, кто-то подстукивал. Я подбил их таким образом, чтобы они максимально не царапались. Ну, и полирнул слегка. Теперь самое интересное. Это все предыстория и подготовка. Это полбеды. Значит, вот здесь, как и в большинстве, если не у всех, подобных китайских бритв, вот у них, конечно, проблема с литьем пяток. Вот тут, мало того, что она в закрытом состоянии, вот пятка здесь торчала. Значит, вот, чтобы вы правильно понимали. Вот верхняя точка, вот она сейчас блестит. Я специально ее выделил. Вот она, вот в этой мертвой точке, она толщиной 1 мм. То есть, так, чтобы сносить всю пятку, это совсем не представляется возможным. Это труда вообще нереальное количество. Значит, вот здесь, выбил я режущую кромку, вот она начинается ровно вот с этого места. Вот отсюда. И там уже, как бы, пошло дальше все четко. Но вот здесь вы посмотрите. Посмотрите, какую вот они устроили такую выборку такую. Конечно, попотеть пришлось от души. Но, в общем-то, значит, не зря мы хлеб едим. Получилось все более чем... Так, мы по классике уже не объясняем. Более чем хорошо. Долго затягивать не будем. Значит, номер один. 66-я бритва. Китайского производства. Следующее. Это... Сейчас мы подсветочки подадим. Вот он. Роскошный Эдвюстхоф. С трезубцем. На эмблеме. Они еще бывают часто и густо. Пишут на полотнах. Тридентеперфенсионы. То есть, совершенство трезубца. Вот такая роскошная вещица. В размере 4,8. Это у нас... Ну, как мы видим, это клин. Бритва из старых. Причем... Ну, вот молодцы. Выдержали марочку во всем. Обратите внимание, насколько изящная рукоять. Вернее, оправа. И вот такие вот окончания ее острые. Клиновидные. Очень здорово смотрится. Приятная штука в работе. Ну, бритвы все в этой группе. Равный объем работ был дан. Вышлифованы, выполированы полотна. Насколько это было возможно. И с последующей заточкой. Номер 2. Эд Вюстхоф. Третья. Полноформатная. Бритва. Это у нас Три Короля Делюкс. Разор Экстра Стил. Как пишут. Здесь у нас Барберс Золинген Супер. Ну, на самом деле, похоже на Супер. Единственное, в этой. Ну, с китайской там все понятно. Вюстхоф был ровный. Остальные бритвы пришлось убирать обратные улыбки. Поскольку, наверное, в работе находились достаточно долгое время. Ну, у кого-то. Не будем доклассировать последнего владельца. Ну, у кого-то они находились, служили достаточно длительное время. Так, надо, чтобы вот эту голову не выручить. По классике сейчас проверим. Номер третий. Три Короля. Это у нас Краун и Сворд. Другими словами... Крон и Шверд. Ух, собачий язык. Ну, одним словом, это, конечно же, одна из торговых марок Эрна. Немцы. Значит, Константин, так скажем, в плане шефской помощи, вот, презентую я вам вот такую оправу. Та оправа, в которую была одета бритва изначально, как и та, которая планировалась ей под замену, естественно, критики не выдержала никакой. Ну, как по мне. Поэтому, ну, была возможность, вот, осталась вот такая оправа. Решил я собрать ее именно на ней. Мельхиоровый пин оформил. Я думаю, понравится. Слово, значит, по-прежнему меня преследует. Я уже не сплю по ночам. Думаю, как от него избавиться. Уже по два волоса. Так, ну, последнее. Надо было финальный аккордик сделать. И закончился волос, представляете. Ну, ладно, мы его и так все. Вот, зайди сюда. Или перевернем. Итак, еще раз. Кроне эндшверт. Отлично. Отлично звучит. И последнее. Где-то я это название уже не видел. Опять-таки, кроненшверт. Еще один эрн. Вот здесь очень сильно висела пятка. Соответственно, сделал я такую улыбку Монелиза. Она еле заметная, но она здесь присутствует. Ну, и, соответственно, конечно же, теперь ширина полотна выровнена. Она, по-моему, по 16 миллиметров везде. Ну, вернее, по краям точно. И здесь она чуть-чуть больше. Там, по-моему, 16,2-16,3. До 16,5 миллиметра. Соответственно, такая геометрия в работе, она очень удобна. Благодаря тому, что края полотна, они получаются приподняты, соответственно, ну, поуже, чем серединка. И вероятность причинить себе какие-то порезы и лишние раздражения еще уменьшается. Ну, это уже вопрос навыков, скорее всего. Ну что, вот она, пятерочка готова. Сейчас смотаю, да и отправлю. Все, на этом пока все. Спасибо за внимание. Всем отличных выходных. До скорых встреч в эфире. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok